Да, на самом деле это очень интересная тема, ее в том числе мы сейчас будем обсуждать с Дмитрием Снегиревым, военно-политическим аналитиком. Дмитрий, здравствуйте, очень рады вас видеть. Добрый день. Скажите, пожалуйста, итак, Польша собирается производить снаряды с обедненным ураном для американских танков Абрамс. Насколько этот сам факт может усилить, обогатить украинские вооруженные силы, это первое. И второе, видите ли в этой ситуации вообще позитивную тенденцию для Украины? Ну, конечно, позитивная тенденция, это в первую очередь. Давайте говорить о том, что идет переоснащение вооруженных сил Украины и, соответственно, повышение боеспособности наших подразделений. Даже информационный эффект от данного, скажем, сообщения, он имеет место быть. То есть никто не исключает и проведение информационных кампаний против Российской Федерации. Но если мы говорим о военной составляющей, то любая военно-материальная помощь вооруженным силам Украины в преддверии контрнаступления, да, и вообще в моменте противостояния российской агрессии есть бесценно. Ну, недавно информационную мощную кампанию провели секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Резников. Данилов сказал о том, что Украине никто не мешает тестировать новые виды вооружений на своей территории. А Крым, добавил он, это территория Украины. Резников пообещал неприятные сюрпризы российскому флоту. Что бы вы могли добавить к вот этим двум заявлениям? Ну, как-то их прокомментировать? Возможно, вы можете сказать что-то больше. Ну, давайте говорить о более детальных вещах. Данилов заявил о том, что Курабронпром проводит успешные испытания украинского беспилотника с дальностью поражения до 3000 километров. То есть мы можем говорить о том, что все тыловые районы Российской Федерации, базы накопления, аэродромы, объекты критической инфраструктуры и, соответственно, так называемые центры принятия решений находятся под прицелом вооруженных сил Украины. И не случайно, кстати, в преддверии 9 мая парад отмены парадов, как это ни звучит парадоксально, знаете, это не игра слов. Когда в Российской Федерации отменяют военные парады к сакральной дате, которая в основе всей идеологии так называемой специальной военной операции, то это свидетельствует о том, что российская власть расписалась в собственной беспомощности, даже еще не увидев успешного характера испытания украинских беспилотников на своей территории. Я напомню, на данный момент основными ударными беспилотниками есть еще советские стрижи, младший возраст которых до 35 лет, но которые приводят в паническое состояние военно-политическое руководство Российской Федерации. Дмитрий, но Укроборонпром, он же не обязан отчитываться о всех своих разработках, которые имеет на сегодняшний день. Вот в свете этого, что бы вы посоветовали по поводу проведения парада в самой Москве? Вы знаете, я посоветовал бы воздержаться, особенно учитывая то, что предловой фунт 20 миллионов, он уже оглашен. И я не исключаю возможности появления украинского Матиаса Руста, который захочет не просто посадить беспилотник, а, скажем так, приземлить беспилотник на площадку накопления военной бронетехники, либо средств поражения, в зависимости от того, что будет проходить в данный момент по Красной площади. Даже сам факт возможности нанесения удара на момент проведения военного парада, это показательно. Это, в первую очередь, демонстрация возможностей вооруженных сил Украины. Более того, подтвержденное материально, а согласитесь, это немаловажно. Да, соглашаемся, и ваша параллель с Матиасом Руста, она довольно-таки актуальна на самом деле. А сейчас, Дмитрий, смотрите, предлагаем вам обговорить, проанализировать детально оперативную обстановку сводка генерального штаба. Мы каждый день... Свежая появилась. Да, 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 появилась свежая. Мы каждый день в эфире телеканала Freedom с вашей помощью в том числе анализируем то, что происходит на полях сражений, на разных направлениях фронта, поскольку мы прекрасно понимаем, что главная борьба там, что вооруженные силы наше все. И вот по информации сводки с генерального штаба, россияне наступают на четырех направлениях, основные бои идут за два города. Давайте детально объясним, какие сейчас, на каких направлениях сейчас наступают россияне, и какие два города под наибольшим ударом. Бахмут и Маренко. Ну, давайте говорить о том, коллеги, что, на мой взгляд, наиболее интенсивные бои все-таки ведутся на лиманском направлении. Речь идет о том, что российские войска сосредоточили на данном направлении наиболее боеспособные подразделения. Это 24-я, 3-я бригада спецназначения, 90-я танковая армия, 144-я и 3-я мотострелковые дивизии. Можно считать их наиболее укомплектованными и подготовленными. Основная задача – это возможность прорыва к лиману порядка 13-15 километров от периодовых позиций российских оккупантов. Плюс угроза создания так называемого оперативного окружения в районе Северска. Про это надо говорить. Тяжелые бои ведутся в районе Серебрянского лесничества. И вчера, и буквально сегодня, оккупанты пытались улучшить свои тактические положения в районе Белогоровки. Но вооруженные силы Украины дали жесткий отпор. Те города, о которых звучат сообщения, называются сводки генерального штаба, это Марьенко и, соответственно, Бахмут. Марьенко – это уже символ украинского воинского духа. По 12 месяцев ведутся бои. Максимальное продвижение вглубь украинской территории за этот год, представьте себе, коллеги, 5 километров. По 500 метров, фактически, 400-500 метров они продвигаются в месяц. Это несмотря на концентрацию усилий на данном направлении. На данный момент атакуют с трех сторон, пытаются продавить позиции вооруженных сил Украины в районе Победы. Введены в действие оперативные резервы. В частности, подразделения 150-й мотострелковой дивизии усилены бронетехниками. Это новейшие танки Т-90М «Прорыв». Ну и плюс пытаются давить непосредственно в зоне городской постройки. В чем изменения тактики приданы и в Марьенке, и в Бахмуте для штурмующих групп тяжелой огнеметной системы ТОЗ-1А «Солнцепек». То есть, фактически, речь идет о том, что россияне используют так называемый сирийский опыт. Тактика выше на земли. И говорить о том, что после, скажем так, подобных штурмов останется что-то живое в моменте построек, и, соответственно, мирного населения, не приходится абсолютно. По Бахмуту ситуация крайне тяжелая. Но сообщения о российских оккупационных войск и, соответственно, так называемых военкуровых контролей города порядка 80% не отвечают действительности. На данный момент, опять-таки, пытаются давить по флангам. Это в районе, соответственно, Богдановки и Ивановска. Пытаются перерезать локации, то есть пути поставок гарнизона вооруженных сил Украины. В районе Богдановки есть успешный характер контратак вооруженных сил Украины. В самом городе тяжелые бои. Это в районе железнодорожного вокзала, самой железнодорожной ветки. И уже стандартно это улицы, соответственно, Чайковского и Першина. Это центр города, где они пытаются, ну, скажем так, улучшить свои тактические позиции. Опять-таки, давайте говорить о том, что продвижение оккупантов в западной именно части Бахмута, оно сам медленно. Почему западная часть это высотки? Это сплошная линия обороны вооруженных сил Украины. Очень качественно используют вооруженные силы Украины рельеф местности и, соответственно, городскую застройку. Это и признали сами оккупанты. Количество потерь, оно колоссально. Давайте вспомним даже тот момент, очень показательный. Жены бойцов 106-й дивизии воздушно-десантных войск, которая по флангам пытается давить на позиции вооруженных сил Украины в районе Бахмута, в очередной раз вышли с обращением. И представляете, так называемые элитные десантники, они абсолютно не оснащены средствами индивидуальной защиты. То есть, когда мы говорили о том, что ЧВК Вагнер использует в качестве пушечного мяса, то следует говорить о том, что такая же участь постигла и воздушно-десантные войска, которые считаются элитарными в понимании россиян. Тактика Второй мировой войны. Бабы еще нарожают. Да, но бабы-то нарожают, но элитные ВДВ, их же учить нужно сколько? Абсолютно. И давайте говорить о том, что в данном контексте очень, скажем так, правдоподобно, если можно так сказать, выглядит сообщение британской разведки о катастрофических потерях элитных подразделений российских вооруженных сил. И не только. Коллеги, давайте вспомним. Угледар фактически прекратила свое существование 150-я бригада морской пехоты вместо постоянной дислокации Владивосток. 40-я бригада несет катастрофические потери. На Лиманском направлении. 76-я дивизия ВДВ, которая считается элитной даже среди ВДВ. Уровень потерь до 40% личного состава. И уже названная мной 106-я дивизия ВДВ в районе Бахмута. Потери катастрофические. Единственное, в чем еще показателен момент. Опять-таки, десантники выступают на этот раз в роли заградотрядов. То есть, не выпускает ЧВК «Вагнер» из зоны боевых действий непосредственно в центре Бахмута. То есть, потеря ЧВК «Вагнер» не только от действий вооруженных сил Украины, но и от так называемого дружеского огня со стороны, соответственно, тверских десантников. Дмитрий, скажите, пожалуйста, скоро 21 апреля. Это, на самом деле, будет довольно-таки важная дата. 11-й Рамштайн. И я знаю, что вы придерживаетесь мнения, что очень сложно переоценить то, что в этот раз встречу контактной группы по обороне Украины возглавит министр обороны США Ллойд Остин. Поясните, пожалуйста, почему это особо важно? Что это означает? Представительский уровень министра обороны Соединенных Штатов возглавляет Рамштайн 11. Это, в первую очередь, политический сигнал Российской Федерации, который фактически ставит точку в тех... Помните, в месседжах российской стороны Запад устал от Украины. Количество вооружения ограничено. Сроки поставки срываются. А тут, оказывается, министр обороны Соединенных Штатов возглавляет Рамштайн 11. Более того, говорит о том, что на данный момент вооруженные силы Украины фактически полностью получили необходимое тактика военно-материальное снабжение для проведения контрнаступления. Но и главное, участие министра обороны Соединенных Штатов ставит жирную точку в той операции российских спецслужб. А речь идет о так называемом сливе секретных документов, которая должна была якобы, на думку россиян, вбить клин между Украиной и нашими стратегическими партнерами. То есть визит министра обороны, он имеет несколько векторов и политический, и военный, и идеологический, и даже информационный. Давайте говорить прямо. То есть Соединенные Штаты продемонстрировали в очередной раз, что Украина это стратегический военно-политический партнер Соединенных Штатов. И мы можем всегда рассчитывать на надежное плечо наших партнеров. Спасибо вам огромное. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.